Хотел вам сейчас сказать о том, что изначально я планировал сегодня заснять полноценный блог об оптимизме, но из-за того, что произошли некоторые технические неполадки, студия была закрыта, я не смог этого сделать. Еще я хотел бы рассказать вам о том, чем вообще сейчас я занимаюсь. Я сейчас возвращаюсь с практики, на которую нас всех разгоняют после того, как мы перестали учиться. И я считаю, что это неправильно, потому что, конечно, правительству легче, не платить рабочим, квалифицированным, а пусть дети трудятся, вроде как бесплатно, но мне кажется, что это как-то неправильно. Сейчас я проходил мимо Тетяковской галереи, вон она там где-то сзади, и, естественно, когда-то хотел бы очень сюда сходить, когда-нибудь, мне пока не с кем, мне некогда, но это было бы очень здорово. Сейчас я прохожу к Болотной почте, я очень люблю такие вещи ходить, особенно, правда, без такой уж, без такой солнечной погоды, и не без вот таких людей, которые там орут, я вообще очень-очень люблю ходить к этим вещам. Смотрите, на деревья, на парке вообще, на памятни дождом, великому куложнику, и не реплину, но с дождью погоду очень здорово там вообще ходить, мне кажется, очень здорово. Это сам, вообще мой любимый город, это Питер, там охрененная атмосфера, в принципе, тут очень сильно съездится, опять же, нескольких, и это сядется не позволяет вообще. Так вот, что я хотел сказать, вообще не понимаю людей, которые любят лето, жару и прочую фигню вообще, потому что я не могу просто на такой жаре вообще ходить, жить, вообще на меня просто убивает, у меня такое ощущение, как будто в голове, прям появляются, мысли все сбиваются в кучу, ну и нормально, не могу, сейчас у человека, который сейчас на заднем плане, он вначале разговаривал про телефон, но перестал, когда его снимать, начинал. Вот, допустим, многие люди пытаются сказать, что вот в России люди какие-то неевропейские и так далее. Вот я недавно был вообще как бы за границей, в Европу, в Италии, я посмотрел, и то, что Россия ничем особо не отличается, в России уже все равно-надавно революционировало, интегрировалось в европейское общество, я не вижу, чем мы хуже, чем мы более деревенские, конечно, в Москве имеется в виду, в Питере, конечно, может быть, где-нибудь там в Саратове, еще что-то там такое, да, пережитки прошлого, как бы говоря, но мне лично как-то все равно, потому что Россия всегда будет особой страной, она не может быть, как Европа. Я сейчас, конечно, легко так это рассуждать о политике, я ни с чем там таким не обременен, ну, мне кажется, каждый человек должен что-то там какое-то сложить свое мнение о ситуации и должен как-то все это сделать, как уметь, и вот как мы будем купить. И вот, если возвращаться к теме жары, мы сейчас идем в магазин, чтобы купить воду, так как в центре магазинов не так уж и много, а мы должны вынуждены найти, где такой есть маленький магазин, чтобы купить там дешевле воды, потому что это действительно просто ужасно ходить по такой жаре, в этот раскаленный вот этот вот асфальт, вообще не знаю, как мы его люди выдерживаем. Я вот родился в Москве, коренной москвичем, вот, но такие вещи я не выдерживаю, и фонарик уезжает куда-нибудь вообще нереально, вот. Вообще, даже вот, а вот иногда хочется искупаться вот в этом, вот в этом всем каком-то канале где-нибудь вообще, потому что это просто жутко, нереально вообще так ходить, невозможно вообще. Вообще не знаю, зачем сейчас я снимаю. А, я вообще написал в твиттере, что типа, кто в Москве, напишите, кто хочет погулять. Никто не написал, потому что все боятся. Вдруг я маньяк. Я не маньяк, я сразу не могу сказать, я видео это выявивши в твиттере, потому что, чтобы заявить миру о том, что я не маньяк, что я действительно хочу погулять, не еле, не из кем погулять, просто хочется просто бродить. Сейчас я вам хочу показать очень интересную вещь, о которой я очень сильно радуюсь. вам нравятся такие вещи? Просто шикарные, да, по-моему? По-моему, просто нереально шикарные. Посмотрите, уточки плывут, да, по всему этому. Радуетесь, что вы живете в прекрасном городе. Не, на самом деле, в Москве шикарный город, я очень сильно люблю вас. Но, 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 но. Есть вот такие вот минусы, вот такие вот. Сейчас я просто умираю. Я, наверное, на носке говорил про, спрашивал про то, что лучше, типа, для вас, мотоцикл или машин, автомобиль, вот. Конечно, люблю машины там, вот, конечно, здорово, наверное, иметь кабриолет какой-нибудь или спортивную машину. Но, конечно, душа моя дана под циклом. В основном, не спортивном. Хотя, конечно, вот эти, как бы, имбори, которые там на данном плане стояло. И, конечно, очень такие, сказать, восхищают меня. Чудесные машины, так скажем. Но, сердце мое дано Харлеем. Харлей Дэннис считает, что просто шикарный, шикарный. Великолепный мотоцикл. Во-первых, они дают тебе ощущение, как ты скачешь, я не знаю, на грудом коне. На, нет, на грудом, на храйном. Седло. Всякие сумки по бокам. Вы знаете, мне еще очень радуется таким проявлением Европы на наших стенах. Просто считаю, что мы эволюционировали Европу. Вообще, расследуя здесь все сторонники Навального, Национального, вы просто молодцы. Ох, мы видим, похоже, чебречную. Может быть, мы идем сейчас на воду, может быть. Открывается дезадтор двери, что ты бываешь мне. Вот, сейчас мы найдем. Вы слышите меня вообще? Я просто лично, я сам себя не слышу, потому что такой шум от машин. Кстати, в Европе меньше машин. Я не знаю, это даже, эти мы на Азию, что ли, похожи? Вообще, не могу понять. Сейчас мы прошли так много магазинов, аптека, обувь, там, кафе, бабы, вообще, все что угодно, но ни одного продуктового нет вообще. Кстати, слушай, Санек, я знаю, где есть Атак, вон там вот где-то есть. Нет, вон там вот далеко. Вот, далеко. Ну как, не очень далеко, но, в принципе, немножко пройти. Вот, где вот здесь, вот в этом, в Куснецке, или Крусиковске, нормально найти кусковый магазин. Поехали на циклисты. Вот этот, как чувак. Удражаем на циклисты. Я сейчас хотел бы воздать хвалу Атаку, а также апельсиновый муусок, апельсиновый. Санек, он апельсиновый? Грейпфурт. Грейпфурт апельсин. Лимон. Воздать хвалу соку, то, что он существует, ему осторожить нашу жажду. Для того, чтобы купить его, мы должны быть берется ползанускоречи вообще. И вообще, поставлю бы, если того, чтобы подавтыкать всяких кафешек, поставлю бы нормальный продуктовый магазин. Вот люди, которые здесь живут, вот у меня, например, на районе у меня, Солнцево. Вот у меня там все нормально с этим, в этом плане. А здесь, чтобы купить, наверное, себе сок, мороженое, должен переться, они весят сколько. Что-то весят этот район. Так, конечно, может быть, они заботятся о физкультуре, как бы, о фитнесе, о телесном развитии жителей района. Поэтому они делают так мало магазинов, чтобы они побольше ходили, побольше развивались в телесном плане. Наверное, наверное, именно так и есть. Если вы почти это постараетесь, на самом плане можете видеть множество интересных личностей, которые сидят. Ни-дом? Да. Ни-дом сидят. И, я думаю, что это и много интересных людей. Я вот, я буду проходить, можете, я хорошо смотрю. Потому что, например, очень колоритный, здесь очень много людей, разных национальных, разных культур. и так далее. Вот, с людьми камерой. Здесь у меня вообще слышно, когда я записываю все эти, я просто говорю себе поднос. Как видите, моя сногсшибательная прическа сбилась мне на лоб. Это, это непоправнимо. Вот, очень всегда хотел себе иметь виниловый проигрыватель, виниловый визитский. Вот, просто ужасно хотел. Конечно, как писал один витерский, неважно, скажем, что, а, задается бюджетная книга, неважно, как ты читаешь, на книге, бумажной, или на электронной. Но для меня, для меня важно. Не то, что ты читаешь, но еще и как читаешь. И где читаешь. Так что, я всегда читаю, конечно, бумажные книги электронные, но электронные гораздо удобнее. Поэтому, я часто читаю на электронных книгах. Это гораздо удобнее. Допустим, на уроке, на уроке, на любом уроке, допустим, если ты успеешь в страницу, это будет видно за ущербом. А если ты нажимаешь на кнопку, виниловый страниц, это гораздо более принципиально. А виниловый был, виниловый, это абсолютно особо не говорится. Начало, ну не начало, ну и начало, кстати, то, что там, начале 20 века, тоже были виниловые, когда они были маленькие, потом они были дичьи, и так далее. В общем, все это очень интересная тема.